Их задача посмотреть на Сочи глазами отдыхающих. Журналистам из нескольких регионов страны предложили на несколько дней превратиться в отдыхающих, причем на редкость информированных отдыхающих. Эти гости курорта смогли не только осмотреть основные достопримечательности, но и узнать о них очень много. Впрочем, интересным журналисты считают практически все, что их окружает. Ольга Жарова из газеты «Вечерняя Москва», прилетев на курорт, начала подготовку будущего материала о том, как шло преобразование Сочи прямо в такси. Пока ехала из аэропорта, у таксиста спросила, как ему здесь живется. Он сказал, вы не представляете, это был ужасный период времени, и мы заслужили то, что сейчас есть в городе. Журналистов не первый раз приглашают на курорт, да и выездные презентации не редкость. Глава города Анатолий Пахомов вместе с коллегами и представителями курортной отрасли побывали уже во многих городах в нашей стране и в других государствах, чтобы рассказать о курорте и доказать, Сочи привлекателен круглый год и практически для всех категорий отдыхающих. Везде задают вопрос, говорят, что у вас дорого. Я говорю, надо, чтобы не говорить, надо приезжать. Цены-то разные, потому что если это пятизвездочный отель, то там цена будет стандартного номера от семи с половиной тысяч рублей. А если это будет гостевой домик или там мини-гостиница, то это от пятиста, ну и триста есть это в горах. Отдых, лечение плюс множество событий и мероприятий, спортивных и культурных. Это, по мнению властей Сочи, позволит привлечь тех российских туристов, которые раньше предпочитали отдых на зарубежных курортах. Какие рекомендации дадите? Денис Денисов – корреспондент Красноярского седьмого канала. Его город будет принимать универсиаду. Вот журналисты интересуются, как сочинцы относились к переменам во время подготовки к Олимпиаде и что ждет его земляков после проведения масштабного спортивного праздника. Хотя некоторые ответы он успел увидеть сам. Скажу честно, когда идея Олимпиады только назревала, я был одним из тех самых скептиков, который говорил, зачем все это. Но то, что увидел я, я восхищен. Это выглядит действительно как чудо. Денис говорит, будет рекомендовать своим зрителям прилетать в Сочи именно в межсезонье. Тепло, много зелени, а цены ниже, чем высокий сезон. Доступная стоимость курортных услуг сегодня – это вообще одна из основных задач администрации. И она постепенно решается. Работают программы «Открытый юг» и «Открытое небо». На курорте напрямую заработали два крупных международных туроператора. На лето уже раскоплено 90% мест в отелях. Запускаются новые авиарейсы, которые свяжут Сочи со многими городами России. Инга Габеши, телекомпания ФКТ.